Добрый день, спасибо большое за предоставленную возможность. Я вот, собственно, когда готовилась к конференции, думала о том, что я вот 16 лет, собственно говоря, год моей дочери. 16 лет практически я занимаюсь медицинским страхованием. Ежегодно проходит конференция. Ежегодно появляются новые законопроекты в части введения медицинского страхования. Но, к сожалению, за последние 16 лет не произошло внедрение именно этого вида страхования в Украине. Хорошо это или плохо, трудно сейчас сказать. Наверное, важно то, какой пример развития мы все-таки для себя выберем. И действительно не ошибаться на каких-то первых этапах, постараться не делать ошибки. Насколько это возможно. Я сегодня расскажу о нескольких, об одном практическом кейсе, который действительно говорит о том, что договоры медицинского страхования, они настолько сложны, что даже большое количество профессионалов, которые работают над реализацией одного корпоративного договора, к сожалению, могли и могут допускать некоторые ошибки. Вопрос там финансовой стабильности. Спасибо Елене, она несколько подготовила уже мой доклад в части информирования, что же происходит в рынке. Я сделала короткий анализ, без какой-то такой эволюции, но достаточно показательный, на мой взгляд. За 9 месяцев 2016 года, как мы видим, страховые компании всего в рынке собрали 1 миллиард 613 миллионов гривен по добровольному медицинскому страхованию. Их действительно работает порядка 42 в этой области страхования. Но тем не менее, всего лишь топ-10 имеет 100% монополию в рынке ДМС. Причем, обращаю ваше внимание, меня само это очень сильно удивило, потому что только в прошлом году концентрация рынка была на уровне 70% в топ-10. За 9 месяцев этого года концентрация рынка составила 75%. Мне, как эксперту, наверное, стоит заметить несколько вещей. Первое – это то, что в списке этих компаний большое количество компаний с иностранными инвестициями. Наверное, это хорошо, поскольку это несет определенную стабильность для клиентов в первую очередь, для рынка медицинских учреждений во вторую очередь, поскольку расчеты с ними также стоят в одной прямой зависимости развития этого вида страхования. Но следует заметить, что такая высокая концентрация просто не позволит маленьким компаниям с украинским капиталом каким-то образом проникнуть или приблизиться к этой десятке. Поскольку есть несколько факторов, наверное, один из факторов – это, собственно, кризис, девальвация гривны и подгродство некоторых маленьких страховых компаний, которые, взяв на себя большие обязательства по добровольному медицинскому страхованию, не смогли с ними справиться. Мы сегодня о них не будем говорить, они немножко в прошлом, но уже в этом рейтинге вы видите одну из компаний, которая занимает 10 место с указанием того, что лицензия компании аннулирована. Связано это было с конкретной сделкой по МНД, по конкретному слиянию и поглощению, то есть продажей и покупкой этой компании другому акционеру. И, конечно же, это в принципе не должно было сказаться никак ни на медицинских учреждениях, ни на клиентах. Будем ожидать, что в принципе этого не произойдет. Но, тем не менее, вы видите, что место несколько вакантно, наверное, должно будет заполниться другой страховой компанией. Мы будем наблюдать это в следующей конференции в следующем году. Если же взять обратный рейтинг и посмотреть, как же страховые компании платят, и как вам, как клиенту, физическому или юридическому лицу, оценить платежеспособность и оценить конкурентоспособность страховой компании, на мой взгляд, это достаточно трудно. Потому что, если обратить внимание на банальный уровень выплат и на именование страховых компаний, которые не попадают в топ-10 по рейтингу по собранным страховым премиям, то попадают в топ-10 по рейтингу по выплатам. То для меня здесь есть несколько опасностей. И одна из таких опасностей, когда мы видим высокий уровень выплат, может быть две причины. Первая – это компания вошла в рынок, взяла достаточно большой контракт, понимала, что будет такая цена вхождения в этот рынок, ну то есть рассчитывала на эти затраты, ожидаем, что у нее хватило финансового ресурса на то, чтобы их покрыть и дальше развиваться. Также есть причины, которые связаны с тем, что у компаний, у которых высокий уровень выплаты не работают в региональных проектах, у них должен быть очень низкий уровень расходов на ведение дела. Здесь это зашифровано под аббревиатурой РВД. Поскольку добровольное медицинское страхование – это вид трудозатраты, и в него необходимо включать большое количество врачей, ассистантов, которые достаточно дорогостоящие, экспертов для работы с медицинскими учреждениями и просто администраторов договоров корпоративных, которые администрируют и ведут переговоры с клиентами. Соответственно, ну как мы видим из рейтинга топ-10, мы практически не видим здесь ни одной из страховых компаний, поэтому, конечно, по выплатам, речь идет с выплатом со страхованным лицом? Здесь нет такой классификации. Я поняла, да, вопрос. Вопрос выплат чего кому нет? Общий уровень выплат, который зафиксирован в страховой компании и в официальной отчетности страховой компании. То есть это среднее число, так говоря, наша коллегия по средней температуре… Нет, это конкретное число и конкретный процент выплат от полученных страховых платежей. То есть если первая колонка – это премии страховой компании, ну вот смотрим на компании номер один, да, компания получила 219 тысяч гривен и выплатила 5 миллионов 685 тысяч гривен. Ну, очевидно, что бизнеса как бы нет для страховой компании. Ну, это был бы вопрос технического характера. Да, да, но это такая отчетность. Вы видите, что здесь есть пометка о том, что есть реальные риски наличия ошибок, и есть также реальный риск искажения отчетности по периодам, которые сейчас представляются страховыми компаниями. Ну, может быть, искажение сказано достаточно жестко, да, поскольку это больше не соответствие периодов полученных страховых платежей с произведенными выплатами. Простой пример. Клиент оплатил в 12-м месяце, там, миллионы, миллиарды, а выплаты по нему пошли спустя только первый, второй, третий и следующий, ну и так далее в течение всего календарного года. И, естественно, здесь есть явное несоответствие полученных платежей по конкретному клиенту в реализованных выплатах. Сейчас сконструирована отчетность страховщиков. Поэтому, когда вы проводите тендер, вам необходимо всегда, ну, вы или ваши коллеги, или вообще вникаете далее, необходимо обращать внимание на вот эти аспекты. Ну, возможно, с текущими страховщиками это уже в детальных встречах обсуждать, чтобы не видеть такой искаженности, поскольку вот этот график показывает, что это как раз топ-10 страховых компаний. И вот в левой колонке определено их место в рейтинге выплат, как вы видите, 15, 16, 17, 18 и так далее. Процент выплат, как нам кажется, как потребителю, достаточно низкий. Но здесь также есть несколько причин. Он действительно достаточно низкий. Страховщики просто перестраховались, когда вводили валютные оговорки в 15-16 году, когда переоценили воздействие колебаний валюты и воздействие... Ну, там было много факторов в 2015-м, в частности, введение налога на медицинские учреждения. Вводился он не один раз, а в два этапа там и так далее, и так далее. То есть, возможно, вот здесь это такой период адаптации, и все выровняется. Классически хорошим считается уровень выплат не более чем 70%, потому что расходы на ведение дела по страховой компании колеблются всегда на уровне 30%. Если они меньше, тогда знайте, что у компании либо есть региональные проекты, на которых она может минимизировать эти затраты, либо если их нет, то нужно задуматься, что компания недолго сможет так выжить, потому что это очень высоковыплатной вид, и необходимо обеспечивать постоянное наличие живых денежных средств на счетах. Вот, кстати говоря, Ниналья говорила о том, что была хорошая практика у турков в части введения в состав акционеров банкиров. Ну, как бы, мне вообще хотелось бы спорить с этой практикой, просто хотелось бы не согласиться. У них банки должны быть. Да, 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 да. Будем бы вы поняли мою указку. У нас, на самом деле, ну, мой, в частности, опыт работы показывает и в первом, и во втором опыте работы в страховых компаниях. В одном конкретно в составе акционеров находился банк, в другом косвенно. Но, сильно скажу, это не повлияло на развитие медицинского страхования, конкретно в моем опыте, поэтому здесь это тоже нужно учитывать. Какие же основные... Это официальные данные, там на первой страничке было указано, что это источник Фореншоу, а абсолютно вся официальная отчетность, ее можно увидеть в открытом доступе как угодно, ну, в тех разрезах, в которых она есть. Почему 9 месяцев, поскольку еще нет концентрированной отчетности за год, поэтому пришлось сделать вот такой вот анализ по 9 месяцам. Но, тем не менее, тенденция сильно не изменится. Какие основные критерии сейчас выбора страховщика, на мой взгляд? Конечно, это финансовые показатели, именно финансовая стабильность, а еще более конкретно наличие денежных средств на счетах. Не просто недвижки, там, ценных бумаг или еще чего-то, а именно живые денежные средства, депозиты, расчетные счета и так далее. Опыт работы, это стоимость программ медицинского страхования, безусловно, качество сервиса и характеристики ассистанца. Это, конечно же, перечень исключений, которые, как уже упоминали коллеги, может быть, не совсем на 30 листах, но на 2-3 он может быть. Но я сегодня это не поставила в свой доклад. Я анализировала очень подробно перечень исключений. Могу вам сказать, абсолютно экспертно и 100% очевидно. Он у всех плюс-минус одинаковый. Названия и фразы могут быть чуть-чуть отличающиеся, но из опыта работы он практически един у всех страховщиков, кто сейчас работает в рынке. И рекомендации из списка клиентов. Что такое тендер? Сейчас 90% клиентов используют тендер или конкурс для выбора поставщика услуг. Как правило, все упирается в следующие три упражнения. У клиента есть бюджет и страховая компания, которая очень вожделенно хочет этого клиента, пытается какими-то специфическими способами расчетов вот этот бюджет попасть в этот бюджет. Но поверьте, опять же, моему уже опыту, никак по-другому не получается. То есть можно рассчитать андерайтерский правильный бюджет, но он может совершенно не проходить в этом тендере. Это уже риск опетиты страховой компании. Это тоже нужно учитывать. Ее стратегия, движение развития в рынке и так далее. У клиента есть постоянные требования к поставщику. Эти требования, как правило, касаются качества сервиса, количества медицинского персонала, необходимого для обслуживания цены, листа, о котором можно долго говорить. Но сводится все по большому счету в таких тендерах к цене. И вот я вам расскажу о одном тендере, который проходил некоторое время тому назад. Это достаточно публичная информация. В частности, с этим клиентом, с этим тендером я работала лично. Могу сказать, очень благодарна команде со стороны клиента, который услышал страховую компанию на следующий год и несколько изменил свои подходы к проведению тендера. Конечно, мы столкнулись с большим количеством подводных рифов. И мы столкнулись с такими вещами, как описанный здесь миф шести месяцев обслуживания. Это означает в буквальном смысле, что за первые шесть месяцев я закругляюсь почти. Очень быстро уже говорю. Мы не видели больших... Нет, вы не торопитесь, интересно. Да? И вы просто показывайте мне, давайте быстрее. Я пытаюсь быстрее. Извините, я просто получил анонимку. Да, это опять популярно. Популярная практика. Хорошо, хорошо. И тут все очень конкретно. Я значила. Хорошо. И, соответственно, мы в тот момент понимали, не до конца понимали ситуацию с точки зрения объема выплат, который накопился и имел отложенный, ну, так скажем, спрос, отложенный эффект. Мы получили отрицательные результаты страховой деятельности с этим контрактом. Он был достаточно большой. Я буду говорить чуть-чуть позже на следующем слайде об этом. И, по сути, ну, как вы видите, это кейс открытый, мы неоднократно с очаром ОТП банка рассказывали об этом клиентам, для того, чтобы они дальше не допускали подобных ошибок, чтобы конкретизировали все на входе, и чтобы для всех было понятно и, очевидно, ясно, одно и то же прописанное. В следующий год мы попытались не просто расстаться с клиентом с огромным убытком в страховой компании, а договориться с клиентом о правильном взаимодействии, изменить очень многие вещи. Итак, что мы сделали? Помимо того, что в самом договоре, как вы помните, достаточно много листов, мы добавили абсолютно прозрачную процедуру всех абсолютно действий застрахованных. Начиная от выдачи больничных листов, посещения профилактических оздоровительных учреждений, контроля опции выздоровления, дострахования изменения программ, прохождения профосмотра, это все прописали. Дострахование родственников, процедура возмещения, процедура контроля использования оздоровительных услуг. То есть фактически все процедуры, которые были на поверхности, они были прописаны в программах страхования не очень конкретно. Вот в этом случае мы конкретизировали, и, наверное, это тоже нужно учитывать при дальнейшей работе, в том числе и в УМС, что все такие действия пациента или застрахованного будущего должны быть конкретно конкретно, прям пошел, сделал, написал, отдал, передал и так далее. Ну, не в больших опоссумах, а в достаточно конкретных алгоритмах. Далее необходимо было провести еще очень конкретную работу с медицинским ассистанцем, поскольку медицинский ассистанц не готов был к таким детальным процедурам, не готов был их выполнять. Медицинский ассистанц обучался в режиме онлайн, постоянно. То есть находился тьютор страховой компании внутри медицинского ассистанца, обучающий доктор, который корректировал действия операторов медицинского ассистанца. Чтобы вы понимали, в день могут поступать порядка 10 обращений по разнообразным компромиссным случаям, которые еще на момент внедрения этих процедур, при общей численности застрахованных 4 тысячи по этому клиенту, которые не до конца понимали застрахованные. В общем, только к середине следующего, уже второго года, все плюс-минус вдохнули после внедрения всех процедур, включая смс-рассылки о выплатах, включая введение стоматологических паспортов. Это то, о чем мы немножко забыли, но в принципе в практике медицинского ассистанца это работает, и некоторые страховые компании этим пользуются. Очень хотелось бы это ввести все-таки в электронный документ, наоборот, а не бумажный, потому что в этом случае это была бумажная версия. Мы тогда столкнулись с процессом злоупотребления в части использования стоматологических лимитов. К сожалению, это было и даже не все у того, что застрахованные этим немножко как бы пользовались, а все у того, что медицинские учреждения привыкли, что этот контингент застрахованных из года в год должен прийти и выбрать свой положенный, написанный в программе лимит по стоматологии. Мы выявили случай предоставления услуг незастрахованным лицам. Естественно, мы сократили список медицинских учреждений по стоматологии, и то же самое касалось всяких бассейнов и подобных тренажерных залов. А во второй год это все вообще исключилось и оптимизировалось. Я хочу вам сказать только одну цифру, которую, мне кажется, всю жизнь запомню, потому что выплаты по стоматологии уменьшились в 6 раз. После введения нескольких просто в целом, без ущерба для пациента вообще. Все пациенты, все застрахованные, все, что хотели получить, получили. Вот так вот выглядел стоматологический паспорт, как вы видите. Мы выявляли лечение одного, двух и трех зубов не один раз в год, и все вот в таком, как бы скажем, ракурсе. Вот вы видите, собственно, анализ деятельности по этому договору. Я его показала просто как коэффициент эффективности конкретного договора. В первый год он составил 1,29. Это означает, что на одну единицу полученного страхового платежа еще 29 единиц было дополнительно оплачено. Так вот в случае, когда акционерам уступает банк, это означало бы, что даже инвест-доход не покрыл убыток, потому что он был меньше. Я вынужден задать вам один вопрос. Конечно. Это было бы прервать, отправить их на обед. Нет, интересно. И это добра. На самом деле, эта цифра, да, она больше всего интересует, как это вообще работает. Как это работает? Вы показываете интересную динамику, интересную практику, и случаи, с которыми вы сталкивались, это будет интересным многим. Я думаю, вы с удовольствием идете в личной или в режиме круглого стола. Мой вопрос, конечно, там много еще слайдов. Я просто буду, ну, вынужден быть честен и открытым. У нас, честно говоря, осталось 12 минут. И я бы хотел дать все-таки шанс выступить еще двум участникам. Я болела вас. Поэтому я прошу прощения за то, что... Спасибо, я уже заканчиваю. Я не буду останавливаться. С этими словами обычно просто начинается новый виток. Нет, с этим всем можно будет ознакомиться. В принципе, все то, что я уже озвучила, написано на этих слайдах. Это те методы, которыми пользовались страховщики в период вхождения в кризис, девальвации гривен и нестабильности валюты. И это привело, в принципе, в том числе, к достаточно невысоким выплатам. Я подтвержу то, что уже говорила Нинель, что действительно, согласно анализа, от 18 до 47% в объеме выплат типового портеля любого корпоративного клиента попадает на амбулаторно-поликлиническую помощь. Здесь вы сможете увидеть в анализе разнообразную стоимость одного банального ОРВИ в разных городах, в разных клиниках. Категории клиник – это просто более дорогие или более дешевые клиники. Но, опять же, об этом можно будет пообщаться немножко позже. И самый такой интересный момент, на котором бы я хотела все-таки закончить, позвольте мне, модератор, это то, что буквально 13.03 завершился достаточно большой тендер, как вы видите, с большой закупкой, через систему Прозора. Тендер длился ни много ни мало, порядка трех месяцев. Я просто считаю необходимым об этом сказать, потому что через систему Прозора закупать банально услуги добровольного мчинского страхования крайне трудно, поскольку цена не является основополагающей в ДМСе. В данном случае цена являлась основополагающей в ДМСе. Как мы видим, была обязательная сумма тендерного обеспечения. Как мы видим, стоимости лотов, здесь было два лота, по ним предусмотрена одинаковая стоимость, которую ожидали, что предложат страховщики, больше, меньше и так далее. Ну, неважно, в общем, порядка 12 миллионов на один из лотов, еще 12 на другой из лотов, я просто показываю только один. Обращаю внимание, что допущено до аукциона было всего лишь две компании, а не три. Все остальные были отклонены. Да, действительно, система жалоб абсолютно прозрачная. Кому будет интересно, можете зайти на сайт, посмотреть, там будет ссылочка в презентации, прям все жалобы почитать, ответы антимонопольного комитета и так далее. И в конечном итоге стоимость закупки, была на 71% ниже ожидаемой стоимости. Опять же, мне очень хочется это глубоко комментировать, хочется оставить такой знак вопроса на будущее, для того, чтобы посмотреть, чем закончится результат этого тендера, и как победитель тендера справится с обслуживанием 6000 застрахованных конкретно этого лота за 500 уривен вход. Так получилось, да. Поэтому, возможно, встретимся с вами через год, будет возможность это обсудить. И короткие выводы, то, что надо не забывать, что не потерять цель в тендере, естественно, использовать возможный элемент перестрахования, но, к сожалению, в медицинском страховании в Украине он пока не разует, поскольку система оценки принятия рисков на страховании не является единой. Ну, процедура, наверное, выбора поставщика, поднимаясь через подобные электронные торги, все-таки требует какой-то доработки, вот уже исходя из нашего опыта. На этом я заканчиваю, как обещала. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ